МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Высказать. Не высказать. Сказать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уважаемые дамы и господа, наш эфир начинает сегодня программа «Народная трибуна». Ведущий этой программы Олег Патлах, я Анатолий Червец. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте, Анатолий. Участниками программы являетесь все вы те, которые наберете номер телефона 847-400-5200. Как всегда, вы нас можете видеть и слышать у нас на страничке Facebook, RadioNVC, на нашем YouTube-канале RadioNVC. Пожалуйста, зарегистрируйтесь, зайдя туда, если вы этого еще не сделали ранее. И на нашем веб-сайт RadioNVC.com. Еще раз номер телефона в студии 847-400-5200. Привет всем тем, которые уже нас видят, слышат и радуются нашему присутствию в эфире. Вот уже нам желают хороших праздников. Вот, замечательно. Нам, я имею в виду, и нам, и вам, всем нам. Да, давайте мы сразу с этого и начнем, так как все-таки приближается длинный выходной, связанный с Memorial Day. Это действительно вот этот праздник со слезами на глазах, потому что именно в эти выходные мы вспоминаем тех погибших в разных войнах. Это не обязательно в какой-то определенной войне. Это все те, которые пали в боях за нашу Родину или защищая интересы нашей Родины. Поэтому честь и мы слава, вечная память нам достаются по этому поводу длинные выходные. Надеюсь, у всех какие-то планы, какие-то интересные, хорошие, веселые. Нам остается только пожелать всем хорошей погоды, потому что пока что прогноз не очень радует. Знаешь, как говорят, о грустном неслове. Это, знаешь, интересно, что я только что посмотрел прогноз на ближайшие три дня, так вот 50% вероятность дождя. То есть, либо будет, либо нет. Я тащусь от этого, да, предсказания. У нас и звонок, давай. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Добрый день. Действительно рады вас видеть. Спасибо. Замечательная новость, рассекрещивание документов. Да, да. Я думаю, вы это обязательно прокомментируете. Ну, как же. Вы даже не сомневайтесь в этом. Что значит заявление Надлера, что Малер готов testify privately? Что значит «правит ли»? При закрытых дверях. При закрытых дверях. Но республиканцы при этом будут. Нет. Там будет комитет. Обязательно. Там же не один-один. То есть, без прессы. Это будет без прессы. Это будет при закрытых дверях. Почему? Потому что вы сами прекрасно понимаете, что ничего нового там не будет. Малер им ничего нового не скажет. Скорее всего, он будет просто цитировать свой репорт. Но надо создавать какую-то видимость расследования. Вот они решили это сделать при закрытых дверях. Вы же понимаете, что если два года было о чем говорить, о чем писать, о чем кричать, было в чем обвинять. И вдруг их лишили этого. Ну, видите, все равно они не хотят сдавать позиции. Они продолжают. Сколько уже потрачено было? 30 миллионов, да, на это все? Вы знаете, мне было интересно. Я вам скажу честно. Я вот клянусь, хотел бы быть той мухой на той стене в комитете, чтобы послушать, о чем может говорить человек, который почти два года, 22 месяца занимался расследованием, потратил наши сумасшедшие деньги, перепахал поле просто неподнятую целину, и после всех дел пришел к выводу к тому, что он не знает, что с этим совсем делать. Я имею в виду в отношении препятствию правосудию. Поэтому было бы интересно послушать. Ну, это их дела, поэтому, ну, в принципе, правит ли это при закрытых дверях. Остальное мы обсудим. Спасибо большое. Значит, дорогие мои друзья, очень хотел бы, вернее, не хотел бы с этого начинать, но... Я считаю, что да, считаю, что это нужно. Вы знаете, что мы, ну, вот все на этом радио, вот здесь, и я, и Олежка, и Сергей, все те, которые здесь ведут какие-то программы, выступают, мы всегда ратуем за то, чтобы вам представлять абсолютные факты, чтобы вам, вас не вводить в заблуждение, ну, и так далее. И, ну, это мы считаем своей обязанностью, своим долгом, потому что достаточно левых средств массовой информации, где вы можете быть одурачены буквально за 15 копеек и за 10 минут. Но, тем не менее, несколько дней тому назад, ну, скажем так, я, опять же, я не называю никакие станции, никаких имен. Я просто вам объясняю ситуацию. На одной из станций ведущий взялся обсуждать тему NRA. Вы все знаете, что такое NRA, это National Rifle Association, вы знаете, что это за организация, вы знаете, чем она занимается, но, тем не менее, есть люди иногда, которые, ну, не все знают, не все понимают, не все, как говорится, не обо всем читают. И вот этих людей очень легко ввести в заблуждение. И это именно то, что сделал, ну, вот, один из ведущих на одной из станций. Как мы об этом узнали, элементарно нам просто позвонил один из наших радиослушателей и сказал, ребята, вы не представляете, что там сейчас происходит на этой станции, и о чем они вообще говорят. Переключили, послушали, ужаснулись, и поэтому я решил все-таки, ну, сделать так, чтобы вы поняли, что если вы это услышали, что это абсолютная неправда. Значит, сказано было так, что NRA – это одно из самых больших лоббистских организаций, которые тратят миллионы денег на лоббирование того, чтобы иметь возможность продавать оружие, причем не только в Америке, но они еще и продают оружие якобы в страны вот этого треугольника, то есть Гватемала, Эл-Салвадор и Гондурас, и потом этим же оружием пользуются против нас же. Ну, вот, это так, вкратце, я не хочу особенно вдаваться в подробности, то есть не хочу рассусоливать это, просто хочу сделать такое небольшое заявление о том, что такое NRA. NRA – это организация, которая в первую очередь борется за вторую поправку Конституции, которая гласит о том, что каждый гражданин Америки имеет право на владение оружием. Ношение и владение – две большие разницы. Не все могут сдать на лайсенс ношение оружия. – Я получил. – Ну, слава богу, я тебя поздравляю. – Теперь с тобой новое шепотом. Но, тем не менее, владеть оружием, в принципе, может каждый, который является как минимум легальным резидентом нашей страны, у которого нет никаких… Вы слышали весь, я надеюсь, вы слышали выступление Алекса Когана, нашего эксперта оружейного. Поэтому NRA борется именно за вторую поправку, потому что мы сами все прекрасно понимаем, что демократы в первую очередь хотят вообще просто перевернуть Конституцию с ног на голову. Первое, что они хотят сделать – это колледж, электорал, убрать вообще. Второе, они хотят добавить… Ну, это не связано с Конституцией, но тем не менее, добавить еще человек шесть в Суприм Корт, им введителей девяти мало. Но самое главное, они борются со второй поправкой Конституции, причем изменить Конституцию у них не хватает ни мощи. – Вот я буквально несколько дней назад вычитал, что основной задачей на сегодняшний день NRA – это является легализовать право на покупку оружия. Особенно это касается штата Нью-Йорк, где очень часто людям отказывают в выдаче лицензий на покупку пистолетов. И вот говорят, что если Нью-Йоркские и апелляционные суды не встанут на сторону рядового жителя Нью-Йорка, то дело будет передано в Верховный суд. То есть это, в принципе, нарушение Конституции. – Конечно, конечно. – То есть вот это основная задача. Ну и, конечно же, задача NRA – не продавать оружие куда-то налево, как их обвинили, а, как они говорят, промоут. – Безопасность владения оружия. – Да, то есть они людей обучают, что оружие – это не средство нападения или агрессии. Оружие – это средство защиты, и им нужно владеть, уметь владеть, и уметь им оперировать. – Это средство для защиты, это средство для охоты, это средство для спортивного интереса, потому что очень многие люди не собираются ходить на охоту, но пойти пострелять в тир считают за счастье. У нас есть звонок, давайте примем. Добрый день, вы в эфире. – Здравствуйте, добрый день. – Добрый день. – А я когда жил в Массачусетсе, в Бостоне, то в Бостоне можно было купить райфл, шотган, бибиган, но нельзя было купить пистолет, и нельзя было даже купить бибиган пистолет. Для этого надо было ехать в Ньюхемпшир, а все это купить было нельзя, кроме райфл и это сайта было в 50-е годы. Не знаю, как сейчас, по-моему, так все и осталось. – Хорошо, если вы могли купить в Ньюхемпшир, а могли ли вы иметь его тогда в Массачусетсе? – Не, не могли. Это все было нелегально, нельзя было. Я говорю, что райфл можно было купить в Бибиган, а бибиган пистолет купить было нельзя. – Спасибо. – А ничего мы не продавали. – Спасибо. Ну, anyway, теперь давайте мы это все соберем, как говорится, ближе к центру и решим, что, во-первых, если бы я слышал выступление этого ведущего, который сказал, что НРА – это одна из самых больших лоббистских организаций, я бы у него спросил, знает ли он, сколько НРА тратит в год на лоббирование. Думаю, что он не знает, почему, потому что сумма, которую они тратят, это всего-навсего 200 тысяч долларов. Это копейки, вы сами понимаете, что это копейки по сравнению с профсоюзами, которые лоббируют миллионами, сотнями миллионов, по сравнению с фармацевтическими компаниями, которые лоббируют и крутят миллионами. Это ерунда по сравнению с очень многими нефтяными компаниями и так далее, которые действительно являются серьезным лоббированием. А еще большим лоббированием являются страны, вот другие страны, которые нанимают лоббистов, будем говорить так, которые представляют интересы этих стран. Так вот, там действительно крутятся деньги. А НРА 200 тысяч они тратят, причем они тратят на лоббирование в том смысле, они тратят деньги на адвокатов, они тратят деньги на легальное представительство в судах, потому что сплошь и рядом на каждом шагу пытаются нас лишить права второй поправки. И вот то, на что они тратят деньги, они тратят деньги на адвокатов, на страховые компании, потому что сегодня, если вы имеете пистолет и имеете разрешение на ношение оружия, ну, вы просто глупец, если вы не купите себе страховку, потому что, не дай бог, где-то вам придется это оружие применить, у вас не хватит денег для того, чтобы себя защищать в судах. Дело в том, что очень-очень тяжело определить, действительно ли в вашей жизни угрожала опасность. Если к вам подошел какой-то человек с бейсбольной битой к вашему автомобилю, это еще не значит, что он угрожает вашей жизни. И если он даже разбил стекло этой машины, то есть тоже скажут, что ну и что, он хотел разбить стекло, но не убить тебя. Да, но, извините меня, нервы не железные. Мы все знаем, когда на полицейского нападает подросток, хороший подросток с ножом, который когда-то, оказывается, в школе хорошо учился, его любили все соседи, и вдруг он пошел с ножом на полицейского, и он в него выпустил 16 пуль. Да, а вы не думайте о том, что нервы не железные, а вы не думайте о том, что у этого человека есть семья, и он тоже должен защищать свою семью, и вас тоже. А скорость стрельбой пистолетов, что эти 16 пуль вылетают буквально в течение доли секунд. Да, то есть когда на вас бросается с ножом, а если у него еще и пистолет в руках, то кто там думает, одной пулей нужно его убить или 16, а потом его обвиняю в том, что он неправильно использовал оружие в целях самозащиты. Причем, скажу вам интересную вещь, это в основном решают ведь судьи, которые вообще не понимают, что такое угроза. Это люди, которые сидят в комнатах судебных, где стоят шерифы, где стоят серьезная охрана, причем охрана с пистолетами, и им-то абсолютно спокойно, откуда они могут понять полицейского на улице или вас, находящегося в какой-то критической ситуации, им легче вам сводом законов ударить по столу, чем понять вашу ситуацию, в которой вы находились. Ты знаешь, вот тех людей, которые говорят так, как говорили на этом радио, на других радио, очень хотелось бы отправить на курсы, которые проходят люди перед тем, как они хотят носить оружие. Вот я помню, как у нас на курсах был инструктор, который был членом НРА, который там был полицейский много лет и в армии служил. Значит, на этих курсах первое, что они учат, они говорят, любой ценой, любыми способами старайтесь избежать стрельбы, старайтесь уйти. То есть, если вы думаете, что мы идем на курсы, и нас учат, как там шмалять в белых лебедях, как говорится, вы ошибаетесь. Нас учат не стрелять, нас учат уходить от стрельбы. Только уже в крайнем случае нужно применять оружие, когда действительно в вашей жизни или жизни ваших близких или окружающих угрожает опасность. А решать, действительно ли была эта опасность, вот для этого нужны адвокаты, которые вас будут защищать. Иначе вы потом... Даже если вас оправдает, вам это будет стоить таких денег, что вы будете не рады уже этому оружить. Это 100%. Но, с другой стороны, я вам скажу такую вещь. Возьмите, посмотрите статистику. Еще не было совершено ни одного преступления, я имею в виду злоумышленного преступления, членом организации НРА. Это люди в большинстве своей массы, законопослушные, почитающие законы, почитающие Конституцию, знающие законы. Недавно тоже, где-то пару дней назад, я читал, ехали несколько охотников, то ли из Техаса, то ли из какого-то Южного штата. Они ехали куда-то в Мэрилинд туда пострелять. Члены НРА, оружие находится в сейфе. Все удостоверения, все лайсенсы есть. Значит, в Нью-Йорке их останавливают, одевают наручники, ведут куда-то в полицию, пока они там разбираются, что и как, и к чему. Это при том, что полицейским были предъявлены все документы, которые говорят, что они имеют право на провоз этого оружия. Потому что это штат Нью-Йорк, это демократический штат, который абсолютно не признает вторую поправку. Короче, дорогие мои друзья, уважаемые мои, пожалуйста, просто, ну, если вас интересует эта тема, выйдите онлайн, почитайте, посмотрите, что такое НРА, чем они занимаются, количество их членов этой организации. посмотрите за статистику о том, сколько было нарушено раз закон вот членами этой организации. И, пожалуйста, запомните, НРА ни в коем случае не занимается продажей оружия, НРА ни в коем случае не занимается, особенно продажей оружия за границу, а особенно в руки этих бандюгантов. Цели совершенно другие. Да, поэтому я вас очень прошу. Ну, вот спасибо тому радиослушателю, который позвонил, который привлек наше внимание вот к той галимоте, которая была выдана. И мы, я думаю, все понимаем, о чем идет разговор. Левые СМИ пытаются нам внушить, что Трамп и республиканцы пытаются нас вернуть во времена Дикого Запада. Вот такая промывка мозгов идет. Ну, я вам скажу такую вещь. Значит, мы в этом сегменте, мы закончили эту тему, обещаю вам. Просто нужно было объяснить и рассказать. Теперь, в следующих двух сегментах будет обязательно мы немножко поговорим и о том, что происходит между Трампом и Полосей, и о том, что вообще происходит в жизни нашей Америки. И особенно, ну, будем говорить о том, о той радостной новости, где, наконец-то, президент уже, наконец-то, сделал, дал разрешение генеральному прокурору полностью ввести, вернее, деклассифицировать все те документы, которые имеют отношение к вот тому, что происходило во время выборной кампании, предвыборной кампании. И я думаю, что мы, наконец-то, кое-что узнаем. Это то, что мы, то, чего мы ждали с вами почти, ну, вот, два года точно. Ну, и уйдем в детали, поговорим, обязательно обсудим. Пока что оставайтесь с нами, и мы услышимся через несколько минут. Мы возвращаемся в программу «Народная трибуна» в студии Олег Петла, Патлах, амсори. Сашка, не путай меня. Сашка, это другой человек, да. Сашка, меня не путай. Олег Патлах, это Анатолий Червец, номер телефона в студии 847-400. Итак, Олешка. Хотел рассказать вот о чем, начать вот с чего. Все знают, кто такой Джерри Недлер. Если не знает, это председатель судебной комиссии Палаты представителей. Вот. Он надеялся на то, что и Уиллем Барр вызовет Дана Маггана на допрос. Не дождался и вызвал его сам. Значит, напомню, что этот человек, он был... Он был адвокатом Белого дома. Да, он был адвокат Белого дома. И, значит, предвкушение вот предстоящей беседы закончилось довольно трагически. И все из-за того же Министерства юстиции, потому что Белый дом... Которому Белый дом обратился за юридическим разъяснением. Может ли президент воспользоваться вот своим этим executive privilege... И не разрешить бывшему сотруднику, входившему, в принципе, в довольно узкий круг таких вот особ... Администрации, конечно. Администрации, да. То есть особ, как бы приближенных к Трампу, к императору. Ну, дай быстренько поясню, две секунды. Значит, еще раз. Там Маген — это адвокат института президентства. То есть он работает не на Трампа, он работает не на Белый дом. Он работает именно как адвокат президентства в целом. То есть он защищает институт президентства. Ну, а Министерство юстиции довольно быстро и четко ответило, что ни президент, ни его ближайшие помощники, они не обязаны являться, как говорится, по первому звонку в Конгресс. И, между прочим, как в прочим, или конгрессмены тоже, которых вызывает якобы там по повестке, что они тоже не должны бежать сразу на вот эти вот слушания, а, как говорится, заниматься тем, чем они должны заниматься. Ну, значит, Надлер и товарищи, опять же, они пытались стукнуть кулаком по столу, не получилось. Ну, и сразу они обратились к Пелосе, чтобы, как бы, пора уже начинать им действовать. Пора, значит... У нас ничего не получается, давайте начнем. Пора начать процедуру импичмента, в конце концов. Ну, получилось так, что у демократов начались разброд, как бы, брожение в середине. Оказывается, что есть демократы, у которых работают мозги. Есть демократы, у которых еще осталась какая-то тень порядочности. Ну, и тут... Тень, 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 Толик, ты заметил? Порядочность и демократы, это вообще несоглястимое. Ключевое слово было тень порядочности. Да-да-да. Тут, наверное, знаешь, что не тень порядочности, а то, что грядут выборы в 2020 году. Вот этого вот они и перепугаются. Каждый боится за свое сидение. Естественно, ну, слушайте, мы же-то идем... Почему конгрессмены идут в Конгресс? Ну, слушайте, до конца жизни обеспечены работа, обеспечены инком и обеспечены ворованные деньги. Это как тюрьма, но только с усиленным питанием. Обеспечены 3-8 усиленным питанием. Вот скажи мне, понятно, когда миллиардер становится миллионером. Это большая проблема. Как стать миллиардером, миллионером жениться надо? Да. Да, значит, что я хотел сказать. Я хотел сказать, что, да, нынси пилоси. Нынси пилоси тоже. Она всегда очень ловко. Слушай, вообще, ты знаешь, я когда смотрю на нее, у меня такое впечатление, у нее сейчас зубы выпадут. А у меня впечатление, что у нее мозги скоро выпадут. Мозги, да. Но ты знаешь, кстати, вот последнее выступление буквально позавчера. Вот она разговаривала, она не производит впечатление здоровой женщины. Она боится открыть кровь. Такое впечатление, что вот она говорит через... Вот сейчас я не потому, что я ее там не люблю, потому что она... Не-не-не, это честно. Вот действительно, человеку столько лет, боже мой, на ее, по-моему, там 2 килограмма косметики, по-моему, ее уже там, кажется, сзади поддерживает. Ну, в конце концов же тоже нельзя так, чтобы нами руководили люди, которые, наверное, 85% своего времени уделяют своему здоровью и только остальное время уделяют вот этим вот распрям. Да. Так вот, в принципе, она очень умеет неплохо совсем лавировать между вот враждующими партиями. Вот, и, значит, вот накануне, например, поверенец судья приняла решение в пользу комиссии, которая пыталась заполучить налоговые декларации Трампа. Вот, ну, хотя борьба сзади декларации еще не окончена, потому что Трамп, в принципе, наверняка подаст апелляцию, скорее всего. Конечно. То есть дело дойдет до Верховного суда, но, тем не менее, значит, Трамп разрешил все-таки Министерству юстиции США рассекретить какую-то информацию, касающуюся его налоговых деклараций. Не налоговых деклараций, неправильно сказал. Да, финансовых отчетов. Значит, по-моему, Deutsche Bank и еще какой-то один банк. Уэлс Фарк. Уэлс Фарк, да. Они должны предоставить свои отчеты. Вот, я не думаю, что дело дойдет до налоговых деклараций, потому что все-таки это, как говорится, в принципе, это был бы очень хороший козырь в руках Трампа, если бы там действительно все чисто и все хорошо. И этот козырь я бы держал бы, например, до 2020 года, до выборов, потому что, если тогда откроется это все, и он чист, это мы уже спекулируем, как говорится. Давай, давай мы подумаем такую вещь. Человек в бизнесе, ну, больше 50 лет. Да, если не больше, в 20 лет он начал. Он не собирался, ну, допустим, по крайней мере, в 80-е годы, когда у него брали интервью, в 88-м году, опра, потом у него брал даже этот Дералд, как его зовут, Ривера, Ривера, забыл. Ну, anyway, он сейчас на Факс выступает. Вот, когда у него брали интервью, спрашивали, а вы не собираетесь идти на пост президента? Он сказал, да вы что, в жизни я президент вообще, о чем мы говорим? Кстати, тогда он еще вроде был демократом, между прочим, в те годы. Но, к чему это все веду? Да, это правда. Человек, который занимается бизнесом. Бизнесом нелегким, строительством. Это, вот это, как ты говоришь, лавирование между сити-холлом, между всякими... Правительствами, комиссиями, между инвесторами, между чекерами. Конечно, то есть у человека есть свои... Спроси сегодня у любого из наших, даже русскоговорящих, ребят, строителей, через какие... Через какой адам нужно пройти, чтобы получить иногда даже тоже... Пермиты, элементарные пермиты. А даже не нет, пройти комиссию потом. Вот. Причем не мне, тебе рассказывать. Сколько инспекторов было уволено из Ситио в Чикаго? Вот. Поэтому, конечно же, понятно, что у Трампа, я это не говорю, не все чисто, не все гладко. Просто Трамп, как бизнесмен, мы же знаем, не ошибается тот, кто ничего не делает. То есть... Не забывайте, что у него под брендом Трамп находятся более 500 компаний в 24 странах мира. Угу. На минуточку. Теперь, я думаю, что адвокаты Трампа, то есть, ну, серьезные адвокаты, корпоративные адвокаты, не частные. Корпорит лорист. Я думаю, что они умеют, если они столько лет сумели его удержать от тюрьмы, наверное, они тоже что-то знают. Поэтому, на что рассчитывают демократы? Вот зачем им нужны его финансовые документы? Скорее всего, что они хотят найти там что-то не очень... Любую зацепку, он не заплатил когда-то за чашку кофе. Причем самое интересное, они же не смотрят на документ, они ищут маленький контекст этого документа, чтобы вырвать вот эту фразу из общего контекста и ею фигурировать. Конечно. Ты же прекрасно понимаешь, что человек, который в бизнесе, идет на какую-то деловую встречу, да? Да. И который берет карточку кредитную, корпоративную, берет человека на ланч и за него оплачивает. Я тебя перебью, Толик, на одну секунду. Значит, золотое правило бизнеса. Твои расходы должны быть... Значит, есть три критерии. Меня когда-то научил мой аккаунт, он очень хороший. Они должны быть necessary, расходы необходимые. Они должны быть reasonable, и они должны быть ordinary. То есть я завтра взял тебя на ланч и пошел с тобой не там... Не McDonald's. Да, а я тебя взял в русский ресторан, к примеру. Да. В субботу вечером там взял пэккедж дорогой. Вот они и посчитают, что это были на reasonable expenses. Что я должен был с тобой идти в McDonald's. Абсолютно. И все. Теперь я купил себе машину и езжу на работу, извините меня, на Мерседесе, а не на Тойоте. Значит, это тоже на necessary expense, потому что я на работу должен добраться на четырех... На самокате. На четырех... Да, ну на двух колесах уже надо. Ну на четырех колесах. Но не на Мерседесе, так они посчитают. У нас здесь звонок, давайте примем. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А можно вопрос не совсем по теме? Можно. Да. Смотря какой. Ну, на ту же тему, что и у вас, только не конкретно по тем вопросам. Окей, давайте. Конечно. Попробуем. Я сегодня прочитал о том, что власти штата Миссури под решением суда местного приняли закон о запрещении играть в шахматы в образовательных учреждениях. То есть в школах. На том основании, что это российская игра, потому что белыми первыми ходят белые первыми ходят. И белые бьют черных. И правильно. Ну, бьют, не бьют, это неизвестно. Белые начинают и выигрывают. Помните? Но белые первыми ходят. Вот на этом основании. Скажите, до какой степени еще будет маразм в Америке? Я предлагаю, нужно подать петицию в Сенат, чтобы белые и черные начинали одновременно. Значит, тогда не будет никакого расизма по отношению к белым, никакого расизма по отношению к черным. А насчет маразма я вам скажу. Это не больше маразм, чем в штате Омаха. Нельзя на поводке на улице водить крокодилов. Вы знаете, это абсолютно серьезно. Это в их Сити Орденнс. Вернее, Стрит Орденнс. Так я вам больше скажу. Любители шахмат, чернокожие люди штата Миссури уже подали в СИД прошение изменить правила игры в шахматы. Слава Богу. Чтобы черные ходили с белыми, да? Наверное, наверное. А если белые в ответ подадут апелляцию, их назовут расистами? А если нет, это если судья решит полюбилов? А если цвет шахмат поменяет и сделают, скажем, зеленый и желтый, тогда китайцы возмутятся? Конечно. А если сделают красные и черные, тогда возмутятся индейцы. Почему? Тоже китайцы. Тоже китайцы и индейцы. Красные, да? Спасибо большое. Да, вы правы. Маразм крепчает. У нас здесь еще один... Добрый день. Вы в эфире. Добрый день. А когда вы говорили про Трампа, что в середине 80-х он был демократ. Да. С моей точки зрения, Трамп не демократ и не репаблик. Он просто настоящий американец, который еще в своей стране решил, что пришло время, когда он должен делать. То есть, поэтому у него очень сложная позиция. Нет, нет, я вам скажу, почему Трампа считали в 80-х годах демократом. Нет, так он и был, я с вами согласен. Сама партия была другой. Во-первых, была другая партия, но он в основном финансово поддерживал именно членов демократической партии. Да, он давал деньги и силы, но опять же, сейчас у него такая ситуация, что он приходится бороться с двумя партиями, репабликами, с демократами, потому что он просто американец. Да. И он затронул то, что трогать нельзя. Помните, когда-то был фильм, в котором говорили, бей черных, пока не покраснеют, бей красных, пока не побелее. Да. Ну, вот это вот... Наверное, да. Да, что-то в этом роде. Спасибо большое. Добрый день, вы в эфире. Да, добрый день. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а там белые, случайно, не евреи? О, это очень интересный вопрос, между прочим, вы подняли. Вы знаете, вполне возможно. Почему вы думаете, что они именно случайно не евреи? Похоже что-то, ну, действительно, вы знаете. Ну да, 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 похоже. Я думаю, что в процентном отношении, если учесть, сколько евреев в мире, то, наверное, там всего лишь одна пешка. Да, или королева. Да, наверное, да. Добрый день. Добрый день. Я знаю, что у него муж все время получал неизвестно каким образом государственные, так сказать, заказы всякие. А как у них бизнес стоит? И откуда у них такие миллионы, десятки миллионов, сотни миллионов? И то же самое про Максим Моторс, которая потратила деньги, своей кампейн, так сказать, на свадьбу своей дочери и так далее. То есть это не просто дабл стендерс. Конечно. Просто это действительно КГБ плюс штаби плюс и так далее. Плюс ОБХС. Мария, вам не задавать такие вопросы? Вы же знаете ответ заранее. Добрый день. Вы в эфире. Добрый день. Я предлагаю белый назвать серенькие, а черный темненькие. И никто не будет обижен. Слушайте, мы вообще в конце концов можем сделать шахматы одного цвета, а там уже как покажут. И на них поставить такие царапины. Цифры поставить, да. Добрый день. Не успели. Не успели. Дорогие друзья, я вам скажу такую вещь. Вот ответить на вопрос Марии. Кстати, Мария, спасибо огромное, потому что вопрос абсолютно правильный, абсолютно в точку. Значит, смотрите, почему не сделать расследование демократов, да. Значит, берем сегодняшнюю ситуацию. Это не придуманная, не выдуманная, не созданная. Это сегодняшняя ситуация. Значит, мы уже вот с момента выхода рапорта Малера мы слышим одно и то же. Демократы хотят, чтобы БАР, а то и генеральный прокурор, полностью деклассифицировал весь репорт Малера, несмотря на то, что там есть информация, которая по закону должна оставаться классифицированной. И за это они сделали, выдали контент в корт БАРу за то, что он отказался рассекретить эту информацию. Теперь, поворачиваем, вот сегодня буквально поворачиваем стол на 180 градусов, и президент дает БАРу разрешение деклассифицировать все то, что нужно деклассифицировать, но в пределах разумного. На что в первую очередь выступил наш, как его называют, Pencil Nack RM Sheff, и сказал, это очень опасно деклассифицировать информацию, потому что это не по-американски, и это не честно, понимаете? Вот поэтому не дают расследованию демократовых, финансовых ситуаций и так далее. То есть, понимаете, да, опять же, какие двойные стандарты, причем их никто не стесняется. Добрый день, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Анатолий, если я не ошибаюсь, давно, еще два года назад, все материалы по Deutsche Bank уже были известны. Я не помню, почему запрос. Может, я ошибаюсь, но, кажется, я припоминаю такое. А нет, они пытались, они пытались получить эти документы, и они их не получили. Тогда они решили, почему, потому что, опять же, было признано, то есть, на тот момент было признано незаконным. Они эти документы не получили. Сейчас они опять подали запрос в Deutsche Bank. Ну, я понял. Да, но тогда они просто еще не получили. Дело в том, что триггером еще послужило то, что опубликовали данные, что в прошлом году корпорация Trump, Trump Corporation, заработала полмиллиарда долларов. Теперь, да, требовали эти документы рассекретить очень долго, потом как-то немножко затихло. Сейчас опять эта вспышка. Почему? Потому что они хотят проверить, остается ли Трамп у руля своей компании. Потому что мы знаем, что президент не имеет права... Они хотят доказать, они проверить. Они ничего не хотят ни доказать, ни проверить. Им нужно чем-то заниматься, им нужно что-то говорить в новостях. Добрый день. Анатолий, вы меня прорвали. Я просто второй вопрос не задал. Я не так оптимистичен, как вы. Я думаю, что все дела с Файзаккорд не будут опубликованы. Дисквалифицированы я имею в виду. Я думаю, что... Нет, они, значит, все... То есть, опять же, давайте мы поставим, решим, что такое все дела. Значит, по Файзаккорд будут точно опубликованы. Это я могу даже... Даже в этом не сомневаться. Вы хоть припоминаете в истории США, что когда-нибудь из Файзаккорд дело? Конечно. Конечно. Например? Во время правительства Обамы, когда было раскрыто дело о том, что прослушивали телефоны не только американских граждан, но еще и правители иностранных государств. Посольство. В то, что... Ну, посольство прослушивали, прослушивали Ангелу Меркель, прослушивали на то время, Саркози и прослушивали... А их деваться тогда не было, куда большая утечка... Нет, 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 секундочку. Вы мне задали вопрос, или я... Я понял, я понял. Вы что вы, я сказал? То есть, поэтому, я думаю, что будет опубликовано? Будет опубликовано, во-первых, applications, все applications, вот эти четыре, их было всего четыре штуки, да? Application Pfizer Warrance, это раз. Это будет опубликовано сто процентов. Почему? Там никто особенно не замешан, кроме вот селый яиц, коми, по-моему, один раз коми, один раз селый яиц, и два раза, по-моему, один раз разен, по-моему, я не помню. Короче, строк там что-то. Нет, нет, строк не было. Четыре ворента, или два раза коми, один раз селый яиц, ну, неважно. То есть, это люди, которые абсолютно, это, ну, люди, на которых, которых не нужно бояться рассекречивать. Я вас перебил, так как просто надо бежать. Вы знаете, при опубликовании этих документов, имя судья выскакивает или нет? Нет, нет. Имя судья не выскочит, только в том случае, если начнут, если они докажут во время расследования то, что судья знал о том, что это было все липа, и тем не менее пошел на это. Если судья не знал, его имя останется нераскрытым. Поэтому, то, что, спасибо вам большое. То, что application будет раскрыта, в этом не сомневаюсь. То, что будут раскрыты данные о том, что было использовано, какие были использованы факты, будем говорить так, пока, для того, чтобы, для получения этого ворента. То есть, мы знаем, что был вот этот досье злосчастное. Кроме досье, никто ни о чем больше не говорит. Причем, Энди Маккейб в свое время, когда его допрашивали, это замдиректора ФБР, он сказал сам, признался, что если бы не было досье, не было бы Файза Уоррен. То есть, значит, они все строили на вот этом досье. Дальше. Следующее, что они будут раскрывать по поводу досье, это как были получены информации, сколько было уплачено денег, кому были уплачены эти деньги. То есть, они будут крутить Fusion GPS, они будут крутить Брус Ор, они будут, Брус Ор, это тот, который работал на Department of Justice, а его жена работала на Fusion GPS. Конечно же, они будут расследовать Коми, Клэппера и Брэннона. Поэтому, то есть, вот эти все дела, тут нечего скрывать. Наоборот, они это все вскроют для того, чтобы уже больше к этому не возвращаться. Имен судей, я не думаю, что они будут раскрыты, и я не думаю, что будут раскрыты, если там замешаны какие-то оперативники, я имею то ли ФБР, то ли ЦРУ, их имена раскрыты не будут под просто, ну, сами понимаете, почему. Поэтому, я абсолютно не сомневаюсь, что мы узнаем информацию об этом деле, сколько займет времени, тоже не думаю, что долго, потому что, в принципе, вся информация есть. Ее просто нужно открыть, почитать и сделать заключение. Дорогие друзья, давайте мы сейчас прервемся, на очередной рекламный блок, и потом вернемся, еще обсудим очень много интересного. Оставайтесь с нами. Уважаемые дамы и господа, возвращаемся в передачу «Народная трибуна». Номер телефона в студии 847-400-5200. У нас есть звонок. Добрый день, вы в эфире. Алло? Да, говорите, пожалуйста. Добрый день, добрый день. Вы знаете, я вот не могу только одно понять. Два года велось это расследование. Так были большущие деньги потрачены. Много людей занималось этим. И оказывается, что все это как бы напрасно получается, что эта история идет от демократов, от обамовского приближения. Почему же они этого не нашли? Получается, что их надо выгонять всех с FBI. Мало того, их надо наказать, раз они односторонне вели расследование. Для чего же их поставили для этого? Вот я вам отвечу вот так на это. Дональд Трамп разрешил Министерству юстиции США рассекретить любую, на его взгляд, информацию, которая касается изучения его тех обстоятельств, когда началось расследование спецпрокурора Роберта Мюллера. Об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Сэра Сэндерс. Генеральному прокурору также были переданы все полномочия, чтобы рассекретить эту информацию. Решение способствует тому, чтобы в принципе народ узнал всю правду о происшедших событиях. Это я все понимаю. Меня интересует, будет ли наказано это расследование, эти люди, которые односторонние вели это расследование. Что они вели полностью два года. Это СНМ кричало везде, обзывали нашего президента, с чем попало, что он просто преступник, предатель. И получается, что никто не будет наказан за это. кто-то должен взять ответственность за это и должен понести наказание. Я не говорю, что мы должны опять же ведьмы судить всех подряд, но это должно быть принципиальное решение этого вопроса. Раз такое происходит, надо отвечать же тоже относительно. Вы вспомните, что произошло с этим судьей, которого опозорили судью. Это женщина, и она не безнаказанно вышла. Спасибо большое. Значит, вот поэтому Министерство юстиции и будет выяснять, не совершали ли ошибку сотрудники ФБР, которые во время предвыборной гонки 2016 года обратились в суд за специальным ордером, дающим право осуществлять наблюдение за Пейджем, который в то время был советником предвыборного штаба Трампа. Ордер был выдан на основании закона. Закон о наблюдении за иностранной разведкой. И, кроме того, значит, Бар, он тогда был директором ФБР. Ой, я извиняюсь, Бар, директор ФБР Кристофа Рэй, вот, глава ЦРУ был Брэннен. Хэспел. Хэспел. Глава ЦРУ. Джан Брэннен. Брэннен. Руководитель национальной разведки США Дэниел Коутс. Они работают над обзором, а, да, я перепутал, извини, они работают над обзором методов сбора вот этих вот разведывательных данных, которые использовали для расследования деятельности штаба Трампа. Да, значит, понесут ли кто-то наказание, понесет ли кто-то наказание или не понесет, сколько человек будет наказан, будут ли они вообще наказаны. Мы можем догадываться пока об этом и желать, что кого-то все-таки накажут, но это уже будет результат расследования. Добрый день, здравствуйте. А, здравствуйте, Владимир Гарсон в Сан-Франциско. Здравствуйте, Сан-Франциско, Владимир. Да, я вам сочувствую, вы сегодня вдвоем вас на рыбалку не взяли, да? Нас не только не взяли, нас еще и работать заставили. Вот так вот, представляете? Ну, я вам сочувствую, да. Ну, спасибо. Ну, я, собственно говоря, у меня такой комментарий по поводу, Мария меня опередила, по поводу, как бы, доходов и АРС и прочих, прочих историй. Да. она, по-моему, повторилась немножко Левиншоу, тут как раз он об этом говорил, что Трамп пришел миллиардером, и, в общем-то, ему, как бы, ничего не надо, а денег никаких. Ну, да. А вот вся эта Шушера, типа, ну, пилосина, богатая, в общем, давно уже, да, типа Сандерсу шлепперы, сломазала. Вот откуда бабки там, да? Значит, и кто вообще, вот мой вопрос, кто-то, никто, похоже, не занимается этими расследованиями, никто не пытается даже узнать, откуда деньги. Нет, ну, расследования, я вам скажу так, они, пока что, этим никто не занимался по одной простой причине, потому что, как говорится, своих не расследуют. Это же неинтересно будет, чтобы CNN вещала о том, какая Пелоси плохая или какая Вортерс плохая. Нет, ну, просто они, вы понимаете, что, вот, кстати, вы правильно сказали насчет Марк Левин, я там немножко с ним не согласен по одной причине. Я вообще его обожаю и очень уважаю, но я с ним не согласен на том, что он это объявляет, как говорится, всенародно у себя на программе, что он, и пусть только попробует обидеть Трампа, он лично создаст вот эту силу против, вот этих, как вы называете, швейперов. Они все, собственно говоря, немножко себя, вот, вот, когда Майк Савыч, он там, говорит, я там Трампа типа выбрал, я за него там туда-сюда, а что сейчас творится на границах, он виноват. Ну да. То есть, ну, они тебя немножко, конечно, ставят выше того, что они есть, ну, я вам скажу такую вещь, когда-то, спасибо, спасибо, когда-то, до того, как Обама был избран на второй срок, у меня была интересная беседа с моим двоюродным братом, живущим в Кливленде, он очень такой ярый республиканец, и он, у него хороший бизнес там, в общем, как-то мы с ним говорили, я говорю, послушай, ну, почему, почему вот люди, которые действительно зарабатывают деньги, почему они так, ну, молчат, никуда не лезут, он говорит, потому что мы тихо сидим и делаем свое дело, понимаете, вот то же самое, я бы предпочел, если бы Марк Львин, вместо того, чтобы делать из этого помпу и объявлять это на всю, как говорится, на весь мир, я бы на его месте вот тихо занялся бы вот этим делом, раскрутил бы его, и тогда это было бы действительно бомба, а сейчас, понимаете, сейчас все люди, вот он их настраполил, что вот, они не должны трогать Трампа и так далее, ну, как говорится, взялся за гуш, не говори, что не идешь, так что посмотрим, что из этого получится у Марка Львина, но, тем не менее, раньше было такое понятие, своих не расследуют, но сейчас демократы в очередной раз выстрелили себе в ногу тем, что они переступили вот эту черту невозврата, тем, что они пошли против Трампа, тем, что они пошли против его финансовых деклараций, все это вот, почему? Потому что, как сказал очень правильно Раш Лэмбо буквально неделю тому назад, не помню, он сказал правильно, он сказал, что я надеюсь на то, что следующий демократический президент получит втройне то, что через что прошел Трамп и это в 2024 году и это вполне возможно. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Господа, а в Украине что-нибудь расскажете, там Желенского начинает потрошить, так как здесь потрошат неустанно Трампа, причем такая ересь, такая глупость, все то, что Порошенко делал, делает, я не говорю, что он делает все иначе, он делает тоже, но он делает для в своем понимании для государства, и это ему тут же ставится в вину. Вы знаете, у нас немножко тема долгая. Олежка, дело даже не в теме, там на Украине или в Украине сам черт ногу сломит. Значит, люди, живущие там, у меня есть друзья в Киеве, с которыми я разговариваю, у меня есть человек, который, те, которые смотрят программу «Время покажет», там есть такой политик, с которым очень интересно послушать, но, вернее, политолог, но, не, Гордоний Левич, там, вы понимаете, о чем там можно говорить, о том, что Зеленского шерстят, ну, Киева шерстят, потому что там такая республика или парламентская, что президент из себя ничего. Кстати, насчет Украины, вы говорите Украину, посмотрите, что происходит в Англии, вот вам парламентская республика, где премьер-министра он отсылает бай-бай, только потому, что она не могла произвести вот этот Brexit. То есть, этот Зеленский, я вам скажу честно, он для меня до сих пор темная лошадка, до тех пор, пока он не перережет узы с Коломойским, до тех пор, пока его имя постоянно склоняется вместе с именем Коломойский, для меня он никто. Дело в том, что я последнее время вообще перестал обращать внимание на новости, которые появляются в прессе, левой, правой, российской, украинской, и вот, как Анатолий сказал, я черпаю информацию от родственников друзей, живущих в Киеве. Так вот, между прочим, очень такое двоякое отношение к Зеленскому, некоторые из них рады, что его избрали, а некоторые все-таки говорят, что Порошенко, конечно, это было очень плохо, но Зеленский ничем не лучше. Опять же, прослеживается аналогия избрание Трампа, когда все кричали, как он мог стать президентом, он не политик. То же самое говорят, как Зеленский стал президентом, он не политик. Единственное, что, конечно, не забывайте, что Трамп участвовал в International Trade столько лет, и все-таки он больше имеет понятия, чем Зеленский в политике. мне почему-то кажется, что, как Толик сказал правильно, когда он отрежет узы с Коломойским, потому что, вот я свято верю, что Зеленский это моя марионетка в чужих руках. Вот и все. Ну и, конечно же, проследуется, прослеживается аналогия вот с этим фильмом известным «Слуга народа», ну вот как точно, вот особенно, когда я прочитал, когда написали, что он пешком шел на инаугурацию, ну я тоже вспомнил фильм, тут же у нас здесь звонок, здравствуйте. Ну здравствуйте, ребята, ну надо иметь совесть, ребята, его инаугурация произошла 20-го числа, сегодня 25-е число, ну что такого фундаментального в его политике? Ничего. Мы не говорим сейчас о политике. Нет, нет. Абсолютно. Поверьте мне, я каждый день разговариваю с Киевом с друзьями. Ну хорошо, мы все разговариваем с друзьями с Киевом, послушайте, вы нас, может быть, не поняли. Мы сейчас не обсуждаем его как политика, мы не обсуждаем его действия, мы отвечаем на вопрос, который задан нам радиослушатель, потому что, в принципе... Я вас понял, Толя. Я вам скажу... Я вам скажу... Хотя сегодня они... Вернее, вчера вечером опубликовала команда Зеленского, что они опубликуют видео заседания предварительные, где все согласились с этой инициативой. Посмотрим. 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 Спасибо большое. Только время покажем. Значит, я вам скажу такое вещь. Мое мнение по этому поводу вообще не про политику Зеленского, а по мнению повода выборов, да, за него проголосовали 74% за человека, который в жизни не был в политике. То есть, это же явно показывает то, что голосовали не за Зеленского, голосовали против Порошенко. Так оно и есть. Понимаете? Тимошенко была уже отыгранная карта. Это там Борько, это вообще представитель России, как они считают. То есть, просто голосовали против Порошенко. Все. А какое из себя будет Зеленский политик, дайте ему время. Я еще раз говорю, он должен в первую очередь, если он сможет, обрезать эти узы с Коломойским, если он хочет считаться автономным политиком и принимать какие-то волевые решения. Ну, естественно, он должен окружить себя соответствующими людьми, которые... Если ему дадут. Если ему дадут. Потому что товарищ Аваков там играет не последнюю дудку, и он намного более коварный, чем Зеленскому это кажется. Вот и все. Поэтому... Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, как зовут самого лучшего президента Европы? Знаю. Как? Дональд Трамп. Нет. Европы. Дональд Трамп все равно. Биби Натаниак. Который ни одного дня не был в политике. Да. Перед тем, как его избрали. Поэтому говорить о том, что Зеленский не был политиком, это его преимущество, а не недостаток. Варвара, Варвара, послушайте меня. Я вам скажу такое вещь. Я вас очень уважаю, но когда вы начинаете брать на голос, я этого не приемлю. Честно. Значит, смотрите еще раз. Я не имею ничего против Зеленского. Абсолютно. Почему? Потому что он еще ничего не сделал для того, чтобы быть за или против него. Я просто констатирую факт, что когда народ голосует 74% за человека, который никогда не был в политике, это народ голосует против прежнего президента. Все. Мы не можем что-либо предъявлять Зеленскому и не любить, ненавидеть его, потому что его еще не за что не любить. Понимаете, он еще ничего не сделал. Не то, что не сделал, он не успел сделать. Его обещания очень красивые и обнадеживающие. Мы посмотрим, что из этого выйдет. Варвара, я знаю, что вы не киевлянка, я вам скажу такую вещь. Вот тогда, когда в Киеве починят те улицы, которые были раздолбаны во время Майдана, вот тогда, когда на Украине начнут что-то производить в пользу Украины, когда на Украине наладится сельское хозяйство, потому что Украина всегда была особенно и кузница, и жидница, и здраво. Я сейчас не говорю про Донбасс, про Луганск, я про это не говорю, но до тех пор, пока что-то в Киеве, в Харькове, в Днепропетровске, где угодно, пока не начнутся улучшения, вы мне можете доказывать, что хотите, и называть кого угодно лучшим этим президентом Европы. Я вам скажу, кто, по-моему, сегодня лучший президент Европы. Это президент Венгрии. Вот это лучший президент. Знаете, почему? Потому что он имел достаточно причинного места, когда он увидел вот этот поток и поставил заборы. И поставил быстренько заборы. Все. Он свою страну оградил от вот этого хаоса. Как, в принципе, и Словакия, и Австрия. Вот это лучшие президенты, а все остальное это разговоры. Понимаете? Поэтому я сужу в президенте точно так же, как и Трампе. Если бы Трамп ничего не сделал за эти два года, я бы сказал, что он такой же, сами понимаете, что одни обетянки и цитянки. А когда он делает и показывает, кто он и что он, вот тут я могу о нем судить как о президенте, не как о человеке. Все. Добрый день. Вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Но Трампа выбрали точно так же, как и Зеленского. Согласен. Да. Согласен. Очень так же. Да. И знаете, в чем я с вами не согласен? Пожалуйста. Президент, чтобы я извиняюсь, президент, который закрывает свою страну, это не хороший президент. Понятно. Это не показатель хорошего президента. Тогда скажите мне, пожалуйста, такую вещь. Секундочку. Президент, который закрывает свою страну, то есть президент, который открывает ворота и зазывает всех, кого угодно, прийти в свою страну и сделать из нее проститутку, потаскуху, превращать ее в мусульманский шариат. Это нормальный президент? Вы понимаете, вот то, что вы говорите, это просто слова. Я понял. Это не слова. Это не слова. Есть доказательства этому. Есть Германия, есть Англия. Вы в Америке. Подождите, подождите. Мы сейчас не давайте сейчас не про Америку. Мы сейчас давайте остановимся на президенте вот Венгрии или еще какой-то. Он не просто закрыл границы для всего. Значит, экономически Венгрия как торговала со всем миром, так и торгует. Политической арене у них, в принципе, тоже нет проблем. Что сделал президент? Как говорится, умные учатся на своих, на чужих ошибках, на чужих дураки на своих. Он посмотрел на ошибки других стран. Он не хочет, чтобы сегодня Венгрия кормила дармоедов, потому что те люди, которые приехали в Европу, они не приехали работать, они не приехали интегрироваться в эти страны. Они приехали установить свои законы. Они приехали получать на дурняк вот эти вот вэнферы или что там у них называется. Ну да, социал. Да, мы все знаем эту историю, которая обошла... Извините, но вы не можете сравнивать Венгрию с Америкой. А мы и не сравниваем ее. Но вы говорите президент Венгрии. Я думаю, что половина страны вообще не знает, где Венгрия находится. Нет, нет, нет. Причем здесь Америка к Венгрии? Мы говорим... Был вопрос, вот, например, кто лучший президент в Европе. Вот мы считаем президент Европы лучше Венгрии или Словакии, которые сказали, что этого не будет. Мы не допустим вторую Германию, Англию или Австрию. Мы сейчас не говорим про Америку вообще. У нас есть звонки. Добрый день, давайте примем. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот последние эти два года наш президент Трамп пытается наладить справедливые отношения торговые, допустим, с Китаем, с Евросоюзом и так далее. И по отношению к НАТО он пытается, чтобы европейцы тоже самое в смысле оплатили свою безопасность, они сваливали все на плечи с Единственными Штатами. И вот, тем не менее, наши демократы как-то пытаются этому противостоять. И вот это настрой демократов против Трампа, не кажется ли вам, что это следствие вот их объединенных усилий вот этих европейцев, китайцев, России против Трампа? Я думаю, что это как-то неизвестное окружение. Нет, 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 позвольте мне вам возразить, я вам не знаю почему. троянские кони в нашей стране, вот эти демократы. Нет, 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 дело не в троянском коне. Смотрите, что получается. Когда Трамп стал президентом, наш абсолютный придурок, негодяй, скотина и никчемный человек Джан Керри поехал в Китай и сказал, не в Китай, в Иран, в Иран, поехал в Иран и сказал, вы не волнуйтесь, вы посидите спокойно, подождите, мы его уберем, мы его уберем, а потом придем к власти и с вами со всеми договоримся. Когда Дайан Файнстайн, во время того, что у нас идет, по крайней мере, сейчас, ну, такой словесный конфликт, слава богу, еще нет физического конфликта с Ираном, Дайан Файнстайн закулуарно идет и разговаривает в частной беседе с послом Ирана, Зарифом, понимаете, вот это, вот это те троянские кони, и почему Европа так реагирует на Америку, потому что вот такие вот доброжелатели, в кавычках, ездят по Европе и пытаются их уговорить, ребята, вы не волнуйтесь, он у нас временно, мы его сместим, а потом все будет нормально, понимаете, вот почему, почему китайцы сейчас пользуются, они тянут время, почему они с ним не имеют нормальных переговоров, ведь они выжидают, они же изначально вроде бы с ним начали иметь дело, вроде бы на что-то согласились, потом отошли, потом опять согласились, они явно тянут время, выжидая, посмотреть, что будет через вот полтора года, и поверьте мне, что если они не договорятся с Трампом в этот раз, то потом будет очень серьезный разговор, уже немножко другие условия переговоров, когда Трамп вырыт, конечно, понимаете, вот что нас подкашивает, мы еще посмотрим на то, до чего договорится Трамп с Си Цзинькинем, когда предположим, если вдруг левым повезет, я не победя Трампа в следующем году, так они же уступят же этим китайцам, европейцам и так далее и тому подобное. Я вам скажу такую вещь, когда-то есть хороший анекдот такой, когда спросили у врача, скажите, пожалуйста, а если ядерная война, если на нас бросят ядерную бомбу, что вы посоветуете мне сделать? Укрыться белой творственной. Накрывайтесь мокрой простыней, медленно ползите в сторону кладбища. Понимаете? Поэтому я не нагнетаю, я просто вам даю понять, вот посмотрите, вот эти два года, то, что творится с демократами и то, как они абсолютно просто забыли про всех и про все, у них единственная цель, это убрать Трампа. Они ведь не занимаются больше ничем. Поэтому... Что они полезного сделали вот за последние два года? Вот вспомните. Хотите, я вам задам вопрос на засыпку? Какой последний билл выдали демократы? Протащили через палату представителей? Я помню, что последнее их огромное желание это импичкан президент. Не, не, не. Именно билл, который они протащили через палату представителей, имея в ней большинство. Если вы не знаете, я вам скажу, просто чтобы не терять время. Они расширили права ЛГБТ. Это был последний билл, который они протянули через палату представителей. Понимаете? Когда в стране дороги ни в одно место, мосты ни в одно место, когда в стране есть такое количество проблем, которые нужно решать, иммиграция и так далее, мы решаем вопрос о том, чтобы расширить права ЛГБТ. Вот и все. Дорогие друзья, спасибо всем огромное. К сожалению, наше время истекло. Спасибо всем за то, что оставались с нами, за то, что нас слушали, с нами беседовали и участвовали. Всем хороших выходных. Будьте здоровы. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok